В Армавире провели спартакиаду среди сборных команд отделов администрации. В городе она проходит в 15 раз. В этом году из-за ограничительных мер и зрителей и участников значительно меньше. Соревнования прошли в воздухоопорном спортивном комплексе, открыли турнир гимнами России и Кубани. Почетные гости пожелали командам ярких эмоций и побед. От имени главы искренне хочу поприветствовать самых сильных, самых отважных, самых красивых и самых стройных на открытии спартакиады трудящихся. Наша жизнь немножечко начала меняться. В прошлом году мы об этапе спартакиады даже и мечтать не могли. Сегодня, пусть и в небольшом составе, мы с вами наконец-то встречаемся на традиционной площадке. Имеем возможность посоревноваться, посостязаться. И я думаю, что все-таки получить то доброе, хорошее настроение, которым мы с вами славимся. В этом году в спартакиаде приняли участие 6 команд. Это более полусотни человек. На кону – переходящие кубки за первые три места. Участникам спартакиады предстояло пройти несколько этапов. Первый – эстафета. Задания на скорость, выносливость и точность. Команда «Позитив» представляет социальный блок администрации «Армавира». В эстафете участники показали отличные результаты. Спорт, по словам капитана команды «Позитив», начальника отдела культуры Виталия Зинченко – это залог здоровья и бодрости духа, возможность черпать дополнительную энергию для решения каждодневных задач. Я думаю, что каждый сегодня участник соревнований проявит свои лучшие спортивные способности, потому что очень большой потенциал у сотрудников. Есть те, кто регулярно занимается спортом. Поэтому вот такие мероприятия, конечно, наверное, сподвигают людей еще дополнительно проявлять себя и дополнительно заниматься физическими нагрузками. Кроме эстафеты, участники соревновались в дартсе, перетягивании каната, боролись на бревне и прошли ряд этапов по сдаче ГТО. В итоге в командном зачете лучшей стала команда «Позитив» – сборная соцблока администрации «Армавира». Ирина Белик, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».